Всем привет! Сегодняшний урок про звуки и музыку. Про то, как проигрывать звуки, как подгружать музыку до того, как игрок начал играть, чтобы не было лагов, задержек. Посмотрим на статью на сайте Roblox. Немножко изменим код. Немножко еще посмотрим то, чего не написано в статье. Этот урок очень полезный, потому что даже если вы не понимаете куски кода на языке Lua, вы можете скопировать этот текст и сразу же использовать в своей игре, и сразу сделать свою игру крутой. Итак, давайте открываем статью. Адрес я в описании видео дам. Итак, звуки и музыка. Когда вы создаете игру, нельзя недооценивать важность звуков и музыки. Вы, в общем, конечно, свою душу вкладываете в свои супер игрушки, которые делаете. И, конечно же, вы должны подобрать отличные звуки и музыку. Допустим, музыку вы сами дома на балалайке набринчали. Что же делать? Музыку можно загружать в форматах mp3 и OGG. Вот. Так, музыка должна быть не длиннее 7 минут и не больше, чем 19,5 мегабайт размер файла. Так, как же загружать? Вот здесь есть ссылочка. Так, давайте. Вот. Create Audio. Берем свои файлики. С помощью обзора подгружаем. Даем какое-то название. И здесь высветится примерная цена загрузки. Ну, тут написано, сколько примерно стоит загрузить свою уникальную музыку. До 10 секунд 20, до 30 секунд 35, до 2 минут 70, до 7 минут 350. Ну, мы немножко с вами схитрим. Мы будем использовать на уроке чужую музыку. И вы знаете, наверное, где можно взять эту музыку. У нас есть Toolbox. Давайте посмотрим. Toolbox. Audio. Здесь можно, конечно, вводить слово и на английском языке. И, скорее всего, вы найдете то, что вам нужно. И звуковой эффект, и музыку. Так, ну давайте дальше к звукам. Как музыку проигрывать? В этой шикарной статье нам сразу дарят модуль. Модуль, он будет заключен в модуль скрипт. И с помощью этого модуля мы с вами научимся элегантному способу проигрывания музыки и загрузки. Чтобы не загружать свою голову всякими командами хитрыми Roblox и Lua, мы просто воспользуемся уже предложенным решением. Итак, создаем проект. Ну вот я создал проект. Дальше находим Replicated Storage. Окей. Replicated Storage. Вот он у меня. И создаем модульный скрипт. Mod, модуль скрипт. Так, и вот сейчас будет очень важно. Сейчас очень важно, иначе ваш модуль не найдется. Переименовать ваш модуль нужно вот такое слово. Audio Player. Например, у нас этот модуль будет для нас сам подгружать музыку. И мы будем его использовать во всех наших скриптах в дальнейшем. Так, вроде все сделал. Ну, теперь скрипт приводится. Я, знаете, я вам даже код скрипта сейчас не буду, наверное, в этом уроке объяснять. Это первый урок по звукам. Будет и второй, и третий. И там, если будут вопросы, я вам поясню. Конечно, вы можете написать как угодно. Можете использовать голые команды. Ну вот, например, создавать через Instance звук, подгружать. Вот такой вот кучей команд свои звуки и воспроизводить. Но так как мы делаем все элегантно, будем пользоваться модульом. Итак, мы даже не смотрим, что он здесь делает. Неважно. Главное, у нас теперь появился модуль, который называется Audio Player. Окей. Все сделали. Так, ну давайте я зачитаю здесь такое предупреждение немножко. Для того, чтобы аудио файл проигрывался, сначала он должен быть загружен в клиент. Ну, на компьютер игрока, значит. И загружен уже в игру. В зависимости от размера файла, это может занять то или иное время. Однако, мы рекомендуем, чтобы файлы подгружались с помощью модуля. Preload Audio. Это седьмой по 22 строку. Ну, вы сами код посмотрите, если что. Это как раз запрограммировано. Вот в этих строчках. Так. И вот он. Preload Async. Это означает, он пытается параллельно загрузить сразу-сразу кучу... Кучу ваших звуковых файлов. Но мы подгружать будем в примере несколько музыкальных треков. Может быть, добавим еще один из тулбокса. Так. А теперь создайте local script для нашего игрока. Потому что мы у игрока будем проигрывать. Так. Здесь просто local script. Можно его не переименовывать. Хотя давайте я его переименую. Не важно. Имя важно только для модульных скриптов. Audio Player. По этому имени мы будем подгружать его уже в своем скрипте. Так. Создали. Так. Что нам говорит? В следующем коде, если вы желаете, вы можете изменить имена и ID этих музыкальных треков. Это с девятой строки начинается. Вот здесь. Я сейчас вам покажу. И заменить их на свои. Ну, загрузить. Как вот я до этого показывал. Итак. Копируем код. Вставляем код. Ок. Нам говорят, что если хотите еще какие-нибудь музыкальные треки. Ну, честно говоря, я хочу. Давайте-ка. Давайте попробуем. Еще какой-нибудь музыкальный трек. Для этого Toolbox. И давайте... Ну, чтобы точно была песня, давайте Song. Так. Нашло. Так, ребята. Ладно. Копи. Правую кнопку нажимаю. Копи. Ассет. Юри. Так. По-моему. По-моему, нужно копировать. Так. Давайте попробуем. А, нет. Нужно копировать просто ассет ID. Правая кнопка. Копи. Ассет ID. Давайте. Неважно в каком порядке. Вставляем. Назову я песню. My Song. Ок. Запятую не забыли поставить. Потому что это у нас табличка здесь. Видите, фигурная скобка открывается. Это первый элемент таблицы. Второй элемент таблицы. Третий. Так. Ок. Все отлично. И проигрываться. Ага. Ну, здесь я уже поясню, что это за локальный скрипт у нашего игрока. В первом, вот в этой строчке мы ждем, чтобы Replicated Storage подгрузился. Ваш клиент подгрузил его. В нем находится наш модуль, который музыку для нас играет. И во второй строчке мы уже этот модуль получаем в переменную. Все. Теперь проигрывание музыки. Ну, здесь мы перечисляем вообще, какую музыку нам подгружать. Вот мы три трека здесь перечислили. А теперь в любом месте вашего скрипта, просто с помощью вот этой вот строчки мы можем запускать проигрывание песни. Так. Ну и давайте попробуем. Работает у нас вообще подгрузка. Игра. Да, да, да. Ну, отлично. Так. Давайте теперь в нашем локальном скрипте попробуем Desert Sense. Причем, вы понимаете, подгрузка сразу трех песен идет. Так что я потом быстро, мгновенно, без задержки могу переключаться на один, на другой, на третий. А я вот как сейчас сделаю. Так. Давайте четыре секунды ждем и начинаем играть в My Song. Это вот то, что я нашел там сейчас. И давайте ждем. Три секунды и будем играть в Desert Sense. И в принципе должно без паузы. Между треками переключаться. Да, ребят. Песни надо останавливать. Потому что можно проигрывать. Ну, у меня в результате начало проигрывать первый трек. Потом подключилась моя песня. Потом подключилась еще одна. И вот такая какофония. Сразу много, много песен. Ну, у нас наш вот этот вот модуль аудиоплеер, он умеет только подгружать и проигрывать. А останавливать, к сожалению, там не запрограммировано. Если вы слушали мои уроки, вы без проблем напишите. Остановись, прекрати играть ту или иную песню. Вот точно так же можно сделать вместо Play Audio. Напишем Stop Audio и указываем имя. В следующем уроке в каком-нибудь, возможно, я это расскажу, как делать. Так, ну сейчас я единственную вещь расскажу, как изменить громкость. Вот мне не нравится, что очень громко начинает играть музыка. Но это еще не громко. Вот я когда готовился. Так. Итак, зашли в наш модуль. И вот перед проигрыванием. Ну это такой хак. Audio.Volume И громкость мы установим там можно от 0 до 10. По умолчанию, по-моему, 0.5. Вот сейчас 0.5 громкость была. И мы делаем не 0.5, а 0.1, например. Давайте послушаем. Потише стало? Да, стало потише. Давайте еще тише сделаем. Куда уж тише, спрашивайте. 0.0.1. Вообще хорошо, если вы где-то у себя в игре меню добавите, где можно будет громкость. О, я ее слышу. Возможно, вы тоже слышите. Так, ну ладно, меняем на 0.1. И в чем прикол? Если вы сделаете механизм регулирования громкости, то он автоматически распространится на всю вашу игру. Потому что это модуль. Если вы будете этим модулем пользоваться из всех скриптов. Так что, если вы здесь что-то изменили, то это все изменится и сразу во всей вашей игре. Так-с. Ну, давайте дальше по статье. Так, мы уже поняли, что проигрывать вот этой строчкой. Попробовали проигрывать разные. Так, теперь раздел проигрывания звуков. Со звуками все очень просто. Ну, давайте я немножко переведу. И нам придется в редакторе кое-что сейчас порисовать, поделать. Итак, в отличие от фоновой музыки, звуки обычно происходят из каких-то определенных мест или объектов внутри игры. Ну, например, двигатель какого-нибудь грузовика, или там грозный крик боевой врага и так далее. Однако, они могут также проигрываться, как и окружающий звук. Ну, как, например, звук, с которым дует ветер или падает дождь и так далее. 3D-звуки. Звуки, расположенные на бейс-парте, на нашем, или приоттаченные, но это значит с помощью плюса. Ну, вот так. Вот у меня деталь есть, да? И давайте плюсом сразу какой-нибудь звук добавим. Sound, Sound, вот. Или вот такие присоединенные звуки. Так, но он у меня не настроен. Сейчас мы сюда будем что-нибудь добавлять в этот звук. Так, давайте, кстати, вернемся. Итак. Так, у 3D-звука есть громкость. Будет звучать этот звук громче, когда мы приближаемся к источнику звука, к этому двигателю, там, или колодцу. Стерео. Если одна сторона, ну, например, если звук находится вот здесь, слева, то в левое ухо, в наушнике, мы будем слышать источник звука громче. Ну, и так далее. Это все автоматически делается в роботсе. Так, эффект доплера. Ну, это если мы проносимся с определенной скоростью мимо звука, например, на ракете или на поезде проезжаем мимо бибикающих машин на переезде железнодорожном, то эти звуки немножко исказятся. Но, скорее всего, вы слышали звук поезда. Или звук... Вот вы едете на машине, и кто-то едет вам навстречу, и сигнал машины включает. И если ваши машины едут навстречу друг другу, то звук меняется. Ну, проще я никак не могу это объяснить. Вот. Ну, в общем, клево. Это здорово. Значит, в роблоксе можно вообще живые звуки делать. В настоящем мире моделируется. И они обещают, что они будут все делать круче и круче, как в самых топовых играх. Так. Если уже та деталька или прибамбасина к какой-нибудь модели уже существует в нашем плейсе, то вы можете просто добавить к ней 3D-звук в студии. Ну, вот как я сейчас сделал. Нажал плюс, добавил звук. Кстати, я его не переименовал. А здесь видите сразу. А, Power Source. Здесь его не переименовали. Здесь, по-моему, так с звуком и остались. Ну, и говорят, что давайте какой-нибудь звук тоже из Toolbox. Или вот здесь какой-то звучок есть. Копирую его ID. Надеюсь, звук такой и есть. Так. Вот мы находимся сейчас в звуке. К этой детальке, которая... Так. И где у нас... Где у нас его? Sound ID. Я не буду так. Looped. Looped. Это значит зацикленный. Он будет, когда он доиграет до конца, он начнет играть снова. Ну, вот для звуков ветра хорошо. Или для потрескивающего костра. Но для крика, например, орка какого-нибудь, это не подходит. И еще по умолчанию здесь галка не стоит. Значит, звук не проигрывается. Вы из скрипта можете здесь просто сделать ссылку на part. Ну, понятно. Workspace.part.sound.play.true. Присвоить true. И он будет играть. Так. Ну, это... Эти детали... Ну, я уже почитал. Это по каким кривым возрастает там... Затихает звук при приближении. Я не знаю, вот это... Я этим не пользовался, но прочитал в документации, как... Что такое звуковые группы. Оказывается, мы можем все звуки в игре разделить на звуки. Например, звуки NPC. Звуки выстрелов. Звуки музыка, например. Звуки менюшек. Вот. И можем каждой группе этих звуков дать определенное название. Ну, создать точнее группу. Вот. И в эту группу эти звуки включить. И потом, когда вы громкость у группы меняете, то громкость звука сразу меняется у всех звуков, которые в этих группах лежат. Ну, нам это не надо. У нас простой урок. Так. Ну, превью можно прослушать. Вот. Вот я слышу этот звук. Так. Time position. 0. Это означает, начинает играть с нуля. А давайте я напишу не 0, а, например, со второй секунды играй. Уже не сначала играет со второй секунды. Так. Что можно еще сделать? Ну, вроде все. Так. Где-то еще была длина. Так. Давайте здесь сделаем. Почему-то мне не дают. Тут написано длина 72. Но я не могу изменить. Я хотел зациклить звук. Так. Ладно. С нуля. Громкость. Ну, понятно. По умолчанию 0,5. И как вы знаете, что от нуля до 10. 10 это будет прям страшный клик. Очень громкий. Старайтесь делать от нуля до единицы. Обычные звуки. Так. Ну, еще вот здесь галочка. Play on remove. Этот звук будет проигрываться автоматически, когда вот эта вот деталь. Так. Давайте, что тут написано. Будет играть звук, когда он будет откреплен от Workspace. И зацикленные звуки не играют. Откреплен от Workspace. Ну, понятно, что он будет перемещен куда-то. Например. Не знаю, я не пробовал. В Replicate Storage, если мы его переместим. Родительский. Из родителей убираем в Workspace. Ладно. Это, скорее всего, тема для следующего урока. Так. Окей. Давайте попробуем, слышен этот звук или нет. Слишком много я этому звуку посветил. Нет звука я не слышу. А, вот Play on надо галку поставить, потому что сам он не включается. Вот, я уже слышу этот звук. Я удаляюсь от этого звука, и он играет тише. А музыка играет с той же громкостью, с которой мы сделали. Окей. Так. Проигрывание звука убираю. Давайте смотреть дальше, что у нас тут. Так, ну, нам говорят, что нужно Play on. Галочку поставить, чтобы он проигрывался. Так, фоновые звуки. Ну, окружение, как ветер, гром, молния. Не должны быть... Такие звуки не должны быть присоединены ни к каким деталям. Потому что они происходят вокруг игрока. Ну, и в таком случае их нужно проигрывать как музыку. Ну, в начале, где мы музыку играли. Вот точно таким же способом, такие завоевания ветра и так далее, нужно проигрывать. Так, ну и последний здесь раздел. Отлично. Не будем затягивать урок. В графическом пользовательском интерфейсе. Как добавлять звуки для всяких кнопочек. Так, ну, модульный скрипт у нас уже есть. Который мы делали для проигрывания музыки. Так, но для того, чтобы срабатывал звук при нажатии на кнопки, на кнопку, мы должны к кнопке, к ее событию Activated, мы должны запуск звука прикрепить. Так, ну давайте тут простой пример. Делаем GUI. Так, старт GUI. Давайте. Создали. Создали. Там какую-то кнопку нужно создавать. TextButton. TextButton. Окей. Так. И в TextButton мы добавляем локальный скрипт. Вот сюда плюс. Lo. LocalScript. Окей. Так. Скрипт за нас уже написали. Копируем. Вставляем. Знаете, вот этот скрипт очень похож на скрипт. Другой LocalScript. Вот стартовый. Аудио, да? Только здесь мы подгружаем звуки для кнопочки. Для вот этой кнопки. Мы также первыми вот этими строчками обращаемся к нашему модулю. Про это можно даже и забыть. Перечисляем все звуки, которые у нас будут использоваться в этой кнопке. Ну, тут один какой-то звук. Простой клик называется. Тоже можно добавлять сколько хотите для разных там звуков. Например, Hover. Ну, ладно. Сейчас не буду делать. Ну, просто я вам показал. Так. SimpleClick2. Здесь какой-нибудь другой ID можно ввести. Тоже из Toolbox. Вы знаете, как брать. Так. TextButton. Это мы получаем ссылку на нашу текстовую кнопочку. И привязываем на событие. Когда кнопка активирована, нажата, проигрывай звук SimpleClick. Понятно, что у звуков в Roblox нет никаких названий. У них есть только вот эти числовые ID. Как идентификационный номер. Как у вас в действии рождения, паспорте и так далее. А вот благодаря этому модулю звуковому мы можем не запоминать вот эти вот числа. А обращаться к ним по имени. А имя какое вы здесь не назовете. Кстати, русскими буквами тоже можно называть. Так. Окей. Ну, все. Или что-то еще нужно сделать. Ну, и проверьте игру. Как это все работает. В комментариях задавайте вопросы. Я отвечу. Нажимаем на баттон. О. Все отлично. Так, ну, естественно, с вас подписка, лайки, может быть, донатики. Вопросы все в комментариях. Давайте. Ну, по звуку. Старайтесь под каждым видео, по теме этого видео, задавать вопросы. И я вам отвечу. Пока. Делайте свои плейсы. Пока.